Здравствуйте, мои любители водных видов спорта! Я сегодня очень взволнован и очень рад тому, что до нас все-таки что-то доехало этим летом, и у нас есть крепление. Не для кого уже, наверное, не секрет, что этот сезон богат на разочарование. Мой любимый Liquid Force вообще не доехал до России по всем понятным причинам, но доехал O'Brien. Это относительно новый для нас бренд, мы заказывали его первый год, и слава богу, что мы его заказали. Я его заказал для ассортимента, а как получилось, это теперь основные крепления в Российской Федерации. Если вы посмотрите на весь вейкборд рынок в Российской Федерации, вы увидите, что у нас есть Tronix за кучу-кучу-кучу денег. Есть Slingshot, который успел приехать до событий известных, и приехал O'Brien. O'Brien это старинная американская компания, она ходит в тройку самых жирных по количеству продаж брендов, связанных с отдыхом на воде. Но вейкбординг у них занимает не основное место, а одно из многих. Они там производят балласт, всякие ватрушки, неборды и прочее-прочее-прочее-прочее. Гордость компании O'Brien это их вейкборды. Они делаются на заводе в Арабских Эмиратах, собственно там же, где производится Arbor, там где делается Jones, часть Burton'а и куча других, чуть менее известных, но качественных брендов. Вот, допустим, вот этот Sop мне охрененно нравится, и по минималистичному дизайну, и по моему любимому красному цвету, и то, что у него вот такие вот ребрышки, тут есть прям просто вообще какой-то кайф. То есть крепа будет стоять не полностью на плоскости, а с такими прожилками, водичка там будет кататься туда-сюда. Очень красивый, очень сытный. По скользяку я не думаю, что какие-то будут суперспецифические особенности. У этой доски здесь ярко выраженные ряданчики, серединка с небольшим углублением, то есть она будет в меру стабильная, в меру крепкая, с тоненьким кантом. На флетик резаться будет просто кайф. Есть очень бюджетная доска, которая называется System. Судя по всему, она будет просто из пены. У нее тоже такие жирненькие ряданчики, у нее очень интересно выполнен выход на хвосте и на носу. И она позиционируется как доска для начинающих и доска для катера. Соответственно, если у вас есть моторная лодка, вы не хотите вваливать кучу бабок на первую досочку, это очень недурной вариант. 140-я ростовка, это примерно подменяли чуть-чуть побольше. Классный вариант. Но самое главное, это крепление. Крепление у Брайана всего 5 моделей. В них, в принципе, достаточно легко разобраться. Но чтобы не рассказывать каждому из вас все заново, я решил записать это видео и, собственно, сразу же пройти по всем моделькам, чтобы нам было проще принять решение о покупке той или иной модели. Мне очень нравится крепление, которое называется Liquid Force Classic. Великолепный крепеж. Я считаю его одним из лучших базовым креплением на всем рынке. Оно крепкое, удобное. В нем все классно. И, собственно, его я, как правило, использую как эталон при выборе других креплений. Скажу, что все равно Liquid Force мне нравится больше, чем у Брайан. Я буду честным с вами. Я сам катаюсь на Liquid Force, но Liquid Force в этом году нет. У Брайан, если и отличается... Я, кстати, беру себе в этом сезоне вот эти крепления на липучечках. Хочу попробовать их и буду знать через буквально 2 дня абсолютно все про них. Разница по посадке у них есть. Liquid Force чуть-чуть более широкий, у Брайан поуже. Это пока новое крепление, они еще не катаны. Скорее всего, немножко там разойдутся. Но это заметно сразу же при примерке. Чем они отличаются от того же Liquid Force? У них очень жирная стелька с очень высокой степенью амортизации. Она просто космически толстая. С огромной частью вот здесь, с мощной поддержкой. Такая стелька идет в первых, вторых, третьих, первых, вторых и третьих креплениях. Они называются Infuse, GTX и Border. Собственно, что дает такая стелька? Максимальную поддержку и очень-очень высокую амортизацию. Димыч, загляни сюда. Здесь вы видите качество материалов внутреннего сапожка. Вот эти вот бананчики, фиксаторы ахилла расположены довольно близко друг к другу. Если вы обладатель очень широкой стопы, с широкой пяткой, с широким ахиллом, лучше вам такие крепления не брать. Если у вас стопа узкая или средняя, это будет очень хорошая фиксация для вашей стопы. Сравните с положениями бананчиков у классической формы Liquid Force. Они намного шире, чем у этого ботинка. Соответственно, разница здесь тоже будет. Но по качеству материалов, что здесь, что здесь, все очень приятно, плотненько, абсолютно гигроскопично. Вода не будет утяжелять этот ботинок. В нем все очень и очень прилично. Что касается нижней части, здесь вставка какая-то, я не знаю, реально это карбон или нет. Но вот нечто похожее. Она сделана для того, чтобы ногу не сводила. Плюс две дополнительные амортизационные вставки под пяткой и под мыском. Липучки сделаны похожим образом, как у прошлогодней модельки Liquid Force. Они, естественно, будут забиваться тиной, песочком и всем таким. Их можно снять, перешить и поставить обратно. То есть, вот эти вот кусочки велкро материала, они легко перешиваются. Но у Liquid Force так снимались только второй и третий. А у O'Brien можно снять и первый, и второй, и третий. То есть, они все легко взаимозаменяемы. И это огромный плюс этих креплений. Собственно, именно поэтому я решил их взять себе. На попробовать. В отличие от Liquid Force у них всегда будет двухболтовая система, классическая, без всяких подводных камней. Вы, наверное, помните, что у компании Liquid Force есть ботинки 4D, а есть 6X. Вот 6X подходят на все вейкборды, а 4D только на Liquid Force. Те, которые идут на каналах с двумя болтами. Это очень большая подстава. Потому что сейчас у многих есть ощущение, что у Liquid Force креплений достаточно много продается. А если разобраться по факту, то остались только эти гребаные 4D, которые никуда не подходят. И, на мой взгляд, это их провал. Такой же, как и ST-система у креплений Burden. Итак, давайте же пройдемся по модели. Чем еще интересны крепления O'Brien? Они очень высоко ставят свою идею о наличии кантинга. Если вы помните, у некоторых креплений сноубордические есть кантинг. Это завал стопы вот в эту сторону. Как правило, туда ставят 2,5 градуса наклон, чтобы ваши ноги как бы росли из вейкборда не вверх, а в попу. Вот при 2,5 градусах они растут туда, куда надо. Туда, откуда у вас растут ноги. Соответственно, это правильно антропометрически. Вот у этих трех ботиночек кантинг есть. Если вы посмотрите вот так вот вдоль, то будет видно, что они немножечко-немножечко завалены в эту сторону. И это будет уменьшать риск травмы вашего коленного сустава. Раз, два, три кантинг имеют. Эти два не имеют. Они просто прямые, они самые бюджетные. Соответственно, эти два стоят абсолютно одинаково. По характеристикам одинаковые. Но, когда я их примерял, я ощутил, что вот эти ботиночки сильно маломерят. А вот эти более-менее в своем размере. Поэтому имейте в виду, что для удаленной покупки вам, опять же, нужно будет мерить свою стопу. Присылать замеры стопы, чтобы мы точно сказали, подойдут или не подойдут. Чтобы не рисковать и не делать возвраты. Вот эти ботиночки я бы сказал, наверное, самыми словами во всей линейке. Чем они будут отличаться вот от этих открытых? Во-первых, тем, что у них такая же система виброгашения. Ну, или чуть-чуть похожа. Не совсем такая же. То есть, здесь гель, а здесь этилвинилоцетат. Соответственно, здесь другие вставочки. Здесь написано O'Brien. Здесь есть кантинг, как я уже сказал. И верхний материал, он, наверное, немножечко более износостойкий, чем у этого. Вот у этих креплений в районе 21 тысячи рублей ценники. Мне кажется, что это все равно немножко дороговато. Хотя, если сравнить с теми же креплениями Leaky Force, то совсем недорого. А вот у этих 16. И, наверное, я бы не стал переплачивать 5000 рублей за вот эту технологию виброгашения. Эти крепления в любом случае будут позиционироваться как более бюджетные, относительно недорогие для тех, кто хочет начать. Ну, или так просто побаловаться, покатаясь за катером. Вот эти же крепления, это максимально бюджетный крепеж. Виброгашения с этим у них одинаково. Но по качеству материалов и по качеству того, как они сделаны, крепления Clutch будут явно ниже. Но их ценник 10 400 рублей. И на данный момент, в 2022 году, это просто, ну, нижайшая цена. Я не знаю, что может стоить еще бюджетней. И для прокатов, или для тех, кто хочет, ну, вот, типа, вот как-то попробовать. Или у них уже есть какая-то бул доска. И у них нет желания переплачивать там полтос за новые крепления. А хочется, ну, там, катнуться раз за лето. Это, в принципе, нормальный вариант, чтобы просто попробовать. Не люблю просто так расхваливать и не искать минуса. Минусы я тоже нашел. И мне, на мой взгляд, самым главным минусом вот у этих креплений, у них, в принципе, один минус на все 4 пары, кроме этих, то, что вот этот фиксатор, он должен вот сюда вот так вот вставляться и, типа, держаться. На мой взгляд, идея хреновая. И вот этот более классический вариант крепежиков у Liquid Force, он был бы намного проще и намного грамотнее, чем вот этот. Потому что просто на примерку на немокрые даже ноги, туда вот эта заглушечка вставляется очень хреновая. Я почти уверен, что она почти у всех будет просто болтаться или будет засунуто куда-то внутрь. Небольшая проблема, но я должен был что-то найти в них, чтобы вам не казалось, что я ищу только плюсы и что этот ролик носит какой-то рекламный характер. Это обзор и минусов, и плюсов. На мой взгляд, соотношение цены и качества у этих креплений на 2022 год весьма не дурное, особенно учитывая отсутствие других брендов на российском рынке. Собственно, это, наверное, и все, что я хотел бы вам рассказать о креплениях O'Brien. Если у вас остались еще какие-то вопросы, если вам нужно подобрать грамотное крепление под вашу ногу, пишите в личку, а мы постараемся помочь. Всем привет, увидимся на Вейк, удачи!